Привет, дорогой друг, добро пожаловать на мой канал. Я Эльзин Кобзон, а мы продолжаем играть в Хоризенс вместе с Элой. Но в этом кусте нет никого, ведь тут его не видно. Что это? Рыскарик. Тут у нас падальщики. Тут у нас четыре падальщика, я так понимаю. Мы сейчас быстренько зачистим эту область. Зачистим эту область и будем шикарно себя чувствовать. Взять, может быть, сразу, чтобы они все погорели. Аль, мы можем сделать все потихоньку. Аль, мы можем сделать все потихоньку. Так, ты сюда сейчас пойдешь? Да, он сейчас здесь пройдет. Но я его тут и завалю тогда. Хорошо. Так, ты ходишь вокруг того. Ты ходишь вокруг того. Ты пойдешь ко мне? Я буду очень рада, если ты придешь ко мне. Шикарно. Так, тут ходит наверху. А я еще и тринадцатый уровень. А у меня много? У меня один. Ну, не о чем пока что. Пока что не о чем. Мне надо, чтобы тот отвернулся, и я пойду к этому. Хорошо. Главное мне наступать в эти штучки. Иначе меня побьет. Мне кажется, что сейчас он выйдет сюда, выйдет обратно, и я пойду за ним. Вон кубик, кстати. Вот видите, на карте, в самом верху есть кубик. Значит, там есть что-то, что я могу подслушать. Все, Юш, обратно. Я перебила все зараженные машины в доме. По крайней мере, сколько нашли. Надо поговорить с солдатами в форте Карха. Может, теперь меня пропустят? Тут какие-то... Ой. Какие-то древние штучки всякие. Так, что здесь? Где тут? Ну? Ага. Так. О, господи. Рота-Е. Пятый батальон. Третья бригада сил самоворон. Зона Аврора. Всему персоналу. Первое. Прибыть на ВПП Оникс. В 5 утра, видимо. И подняться на борт вертолета. Время отбытия 5.30. Второе. Прибыть в Бейру, Мозамбик. Время прибытия приблизительно по нулю. По местному времени. После высадки получить план к вартированию. И график держусь. Третье. Содействовать сотрудникам вооруженных сил Мозамбика. И батальонам гражданского ополчения. А. Возведение защитных баррикад вдоль берега канала. И. Б. В установке баллистических заграждений по периметру международного аэропорта города Бейра. Четвертое. По завершению работ по строительству оборонительных сооружений. Прибрать участие в поведении боевых действий и обороне базы. Пятое. Как всегда. Оставайтесь вести себя. Постарайтесь вести себя со всем достоинством. Чтобы не подвести свое отделение. Свою страну. Опираться на свобода и самих себя. Конец. Вот такие штуки расспросаны по всему миру. Я не знаю, как их собрать все вообще. Это нереально, мне кажется. Это просто какой-то ужас. Так. Это охотничьи угодья. Это защите пропащих воинов. Вот это вот. Хотя вот это вот ближе. Давайте сюда тогда. Так, подруга. Нету. Вернулась. Я уже обыскала тайники. Нашла лишь осколки. Как странно. Кто забрал сонную иву? Может, у Яны еще найдется? Спроси у него. Только путь не близкий. Ты говоришь, у Яна может быть сонная ива? Да. Он отшельник, но... Помогает нам. Собирает травы, варит зелья. Только живет он к западу от Венца матери. А тамошние машины очень буйные. Что там за машины? Падальщики. И еще пилозубы. О, я уже 13 таких завалила. Падальщики вообще не это. Прощай. Так, куда идти? 500. Офигеть. Я думаю, нам нужно выполнить это задание уже. Пойдем по нему, кстати. А у меня там есть записная книжка? Тут есть... А, вот. Падальщик. Этот падальщик. Подожди, я уже читал. А, вот. Жвачник. При обнаружении угрозы, как правило, опускается в бесы. Но перед этим может ударить противника рогами. Вот есть вот. Для нашей этот великан ходит по одному и тому же маршруту. Интересует... Есть только машинами и погодными условиями. Прикольно. Так, и заражены. Заражены машины сильнее и агрессивнее обычных. Что делать их чрезвычайно опасными противниками. Это мы уже помнили. Спасибо. А мы пока пылесосим все вокруг. Может, пригодится. Ну, ладно, ладно. Не захотела она пылесосить. Ладно. Ну, просто бежим. Просто бежим. По указателю. Опа. Умерла? Харриет Чой. Жрица секты отрицателей. Перд. 2 сентября 2063 год. Харриет Чой. Печально известная биотеррористка из секты отрицателей. Скончалась от рака легких в возрасте 54 лет. Чой, которая отказывалась от медикаментозного лечения ввиду своих регулировных убеждений. В прошлом году опубликовала заявление. Вот отрывок из него. Я умираю, как всегда. И остальным тоже недолго осталось. Моя вера поколебима. Не поколебима. Отец земной шар кортится в огонь. Он готов умереть. Но вы глумитесь над ним. Вместо того, чтобы помочь ему сбросить себя эту грязь, вы говорите с ним в снисходительном тоне, настаивая, что вам виднее. Вы, радуясь своему восстановлению, думаете, что будете жить вечно. Но места в могиле по-прежнему хватит на всех. Чой отрабатывал, отбывал опашистые заключения в лагере Альфа, принадлежащем Punitec Incorporated. Ей вменяется в вину создание грибридного вируса «Роковая чума». В 2039 году про различные населения Нью-Йорка, Лондона, Москвы, Токио и Шанхая. Решение о замене смертной казни на пожизненное заключение вызвало всеобщее негодование. Но информация, которую Чой предоставил в этой сделке со следствием, помогла задержать 16 высокопоставленных членов отрицателей. И в конечном счете покончить с этой террористической сектой. Яц, такие страсти. Ля-ля-ля-ля-ля. Да ладно? Че ты? Какие звуки приятные. Как будто я, я не знаю, я как будто в зоопарке. Опа, вот это был сейчас перекид, вот это перекид. Лапу-пару-пупа. Что? Не обращай внимания. Мы бежим к Яну. Кстати, вам нравится имя Ян? Мне достаточно нравится. Я бы сына назвала Ян. Прикольный такой, необычный. Не надо долго его произносить, запоминать всего две буквы. Ой, а почему ты стреляешь ей? Подруга. Не надо. Не надо. Не надо. Откуда вас тут так много-то вдруг взялось? Как это ты сделал? Да как ты не умер-то? Да почему ты все еще не умираешь? Застрял? Я не понимаю, почему? Да хватит не умирать-то! Давай, я успею. Нет, я не успею. Ладно, я так туда. А куда? В третий-то убежал. В третий-то убежал. В третий-то убежал. Сильно-очень. Ой. Мне это так закончилось. Как? Что-то как-то странное Была битва Спираль удобства Дорога давайте я делаю Вот так Это камушек Возьму, пригодится А камушек много не бывает Вот я ими почти не пользуюсь Это не важно Беги, ну беги Я бегу Меня заберли Опа На помощь Кто-нибудь Вы слышите? Хвала Великой Матери Думал там так и останусь Что там нет? Шайка изгоев Вот что Ворвались Украли сонную иву А меня бросили Изгой? Шайка изгоев? Да, шайка Дверь выбили Я ничего не мог сделать Забрали сонную иву А меня бросили умирать Зачем изгоем Красть сонную иву? Ну как же Это ведь Самое ценное Из моих трав Варьё поганое Что ещё взяли? Нет Ничего Я уверен Они хотят Сбыть её чужакам Им нужна пожива И они готовы На всё Куда пошли Эти изгои? Я думаю На гору Может ты ещё догонишь? Конечно Пусть их Изнемождённый вид Тебя не обманывает Они тебя убьют Без колебаний Мне надо перевести дух Для начала Перестань болтать Варюшки все такие Они спешат Скорее Тихо Помоги Тихо Помоги Тихо Стреляй Ещё Стрелочки Да Мога матери Ты что-то близко-то ко мне Отлично Забивай Удерь её Да Где я? Помогите Добивай Поломателем Убей её Убей Куда? Господи Она её ранила Отлично Зачем мне появляется Этот английский Всё Она уже Всё Она её ранила Я испугалась Великую Мать Что там посыпалась Деревья Соберу Я много Наверное Засадок За расходу У меня В 7,7 Я бегу Сейчас Секунду Надо их тоже Обобрать Мы тебе благодарны Если благодарность Изгоев для тебя Хоть что-то значит Ой Значит Ты даже готова Говорить с изгоями? Конечно Меня изгнали Сразу после рождения Законы племени Мне не указ Так это ты Та, что росла Без матери Но ты больше Не изгой Нет Теперь я Искатель Ищу сонную Его Вот так Незадача Говорят Яна побили Да он сразу В угол забился Глаза зажмурил Он просто трус Мы его и не трогали Только он И не заметил А за какие Проступки Вас изгнали? Я побил Человека Укравшего У меня добычу Кто своровал Кто нарушил Обычай Кто бродил Среди костей Железного мира Убийц Среди нас Нет Если ты об этом Зачем Вы ее украли? Потому что У нас раненая Зачем Еще она нам? С нашим Племенем Творится Что-то страшное Воины Нас больше Не защищают Машины Разъярились И по священной Земле Безнаказанно Шастают Разбойники Почему Изгои В нарушении Обычая Стали держаться Вместе У нас Просто Не было Выбора И все равно Мы не воровали Клали в тайники Осколки И Яну Мы бы заплатили Но он, конечно, и слушать нас не стал Сонная Ива Нужна и другим Отдайте часть Ты просишь Или требуешь Я говорю Как человек с человеком Что ж Нам так много И не надо Просто мы Здорово Перепугались Вот и сгребли Все Держи Я заберу Себе Одну зелье Остальное Отдайте Кому нужнее Спасибо Так и сделаю А вам тут Удачи Держитесь вместе Все пока Как-нибудь На дорогу Это дорога Ай Ай Тихо 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 Вот сонная Ива Отнеси ее фии В холм матери Пусть облегчит Страдания раненых воинов Хорошо Скажи Что стало с изгоями Надеюсь Ты покарала Этих мерзавцев Да отстань Спелись Надо же Разговаривают Друг с другом И с нами Ты ведь Никого не пощадила Ты что Не знаешь Кто я А кто ты Я выросла Изгоем В горах Над сердцем матери Безродная Девчонка Если бы я знал Что это ты Я бы рта Не раскрыл Ты не забыл Что то же Поставь Поставить Тебя на место На себя бы Посмотрел Ян Забавно Что ты так Ненавидишь Изгоев А сам Живешь Вдали от всех В одиночестве Мне и одному Вполне хорошо Ну и все Ну и славно Ведь никто Тут не горит Желанием Постучаться К тебе в дверь Кроме изгоев Которым нужна Сонная Ива Все Хватит Отнеси Эту сонную Иву Фия Не то вернусь Какая она Грозная Дама Так Хорошо А почему Через вот здесь Я в любом случае Сюда Пойдем спасать Товарищей Так Чего Мне тут искать Надо Товарищей Товарищей Могут Обзнать Эти машины За свои Стрели Воню С погнали Стали Машин Слежа Машина Идут Кроме Рядом Слежа Людей Что Их еще и два Зашипись Алло Есть кто Можно переплатить В приблине Другими Машинами Может он побежал Он бежит Да как Это так Да как Это так Это будет Очень больно Это забор Да почему Ты не поставил На его Кажется 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 Когда же ты сдохнешь-то? Хорошо. Где второй? О, боже. Давай. Затронет! Вы видели это? Да. Я не могу. Ха. Я в заборе, я в заборе Да ты надоел мне перепрыгивать Убей Держиськи потратила Где второй? Я второго уже обобрала, вы помните? Не помните? Лучше он не побежал Ладно, хз, хз Так Давай теперь почитаем Пойдем О господи Запись шоу Джеффа Андреатиса 17.04.06.4 Часть 4 Записи каждого выпуска в течении 24 часов Публикуются на странице такой-то Пустите в сайт и подпишитесь на новостную рассылку Джеффа Так же, как и на мой канал Подписывайтесь, комментируй, ставьте лайки И сейчас мы узнаем, что же здесь это самое Джефф, а мы продолжаем Здравствуйте, дамы и господа Вы слушаете шоу Джеффа Андреатиса Спонсором которого выступает Как всегда Рационал Капеллистическая сеть Иммерсикаст И давайте, знаете что Давайте сразу перейдем к главной теме Возник такой тренд Молодые люди уезжают Да не куда-нибудь, а в Китай В поисках работы Они отправляются работать На китайские заводы Занимаются физическим трудом Я даже Сегодня В инфокафе Вышла статья Одна из этих Пустопорожних заметок О мировых тенденциях Которые Прогрессивная публика так любит И там написано Что людей Эмигрировавших из Америки В Китай Удвоилось По сравнению с данными На два На двухтысячный пятьдесятый год В чем же дело Ну В инфокафе Утверждают Что корпоративный суверенитет У левых Это Теперь любимая Пугала И Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ трудовые возможности молодых людей, их собственные ошибки и больше ничего. В наше время любой желающий может получить доступ к самым лучшим обучающим курсам за всю историю обзывательной системы. Надо лишь, чтобы у человека хватило мозгов взять небольшой заем. Но нет, анти-инфантилы, эти капризные тишки, которые с пеленок даже не задумываясь, кто им это внушил, критикуют великий труд корпораций по всему миру и в нашей стране в особенности. Нет, говорят они, не пойду в корпоративную школу, не хочу учиться чему-то полезному, у кого-то успешного. Лучше перееду в Ванкувер, лучше выучить на эксперта по панк-року в инвестиции ленивых обдобышей. На что вы надеялись, когда поступили в какой-то занюханный Левацкий колледж на Восточном побережье, да еще выбрав специальность творческое самовыражение. В нашей стране сейчас происходит не утечка мозгов, а утечка совести, я считаю. Пусть открываем все шлюзы. Если хотите высказаться на эту тему, вы знаете, как всегда, никаких скинов, никаких голосовых модификаторов. Если вы собираетесь пороть чушь на моем шоу, будьте любезны показать свое настоящее лицо. Что ты, русы? Жесть у них там. Это самое. Здрасте, кипят. Первая поправка. Куда? Колонка, редактор. Распространяется ли первая поправка на виртуальное пространство 29 апреля? 29 апреля, 2063 год. На прошлой неделе прошла одна из самых массовых полицейских операций в истории США. Сотрудники органов пропорядка одновременно провели обыск более 700 домов и арестовали свыше 500 человек по обвинению в подстрекательстве к преступной деятельности с использованием частных информационных процессов. Если последние 9 лет вы следили за новостями, то легко разберетесь в этом нагромождении слов. Задержанных обвиняют в том, что они принимали участие в виртуальном антикорпоративном митинге, который на этот раз проходил в Галанет презентации головного офиса Северлинг Малкит. Зрелище того, как полицейские спецботы вылавливают из домов 500 испуганных, окровавленных человек, привело многих зрителей в ужас. И эти эмоции понятны и оправданы, но удивляться тут на самом деле нечему уже. В 54-м, когда был проведен первый крупный арест виртуальных демонстраторов, оккупировавших голографический центр обслуживания клиентов Melaturgic International, начались дебаты о том, можно ли рассматривать интернет как общественное пространство, распространяется ли на него в таком случае право на свободу мирных собраний. Законодательство не поспело за бурным развитием Галанета, и это не случайность. Такое положение дела играет на руку Северлинг Малкит, металлурджик, и прочим корпорациям, позволяя им интерпретировать Галанет не как общественное пространство, а как, выражаясь словами сенатора Джерада Анила, либерующего интересы металлурджик. Массив частных информационных процессов, это тот самый Анил, который данные повреждены. А что? Вон там пацаны сидят. Ой, устала. Что вы там делаете? Правильно. Там их двое было. Ты расскажешь, что нас тут видела. Нет. Не видела. Друга твоего уж точно. Слезть вам помочь? Мы сами вернемся. Ты только не обижайся, но лучше, чтобы нас с тобой не видели вместе. Вдруг догадаются. Так, это мы вернемся к Дэну попозже. Так, нам нужно, получается... А, ну, в принципе, да, костер, вернуть талисман и вернуть вот это. Значит, сколько? Тридцать четыре. Тридцать четыре минуты у нас имеется в запасах наших. Ага. Угу. Угу. Тут есть это и вот это. Нет, давайте тогда мы завершим все-таки тут все дела. А что там было? А, господи, да я все... Мы в арсенал пойдем, как только пойдем. Как только соберем все, сразу же пойдем. А, подожди, что я делаю? Это я же могу просто сделать... Ой, я в воздухе. Я же просто могу сделать вот так. Правильно? Я могу вот сюда. Сейчас все израсходуем быстрее перемещения. И что-то делать будем. Что-нибудь придумаем, правильно? Правильно? Типа ждать не стоит. В другой раз не забуду о том, что говорят матриархи. Я нашла их, сам знаешь где. Скоро вернутся. Ой, спасибо. Спасибо, спасибо, спасибо. Какое счастье. Ты ведь никому не расскажешь? Не бойся. Матриархи сейчас поют песню искупления. Не заметят. Ты права. Песнь искупит все наши грехи. Спасибо. Я не это имела в виду, но ладно. Ну ладно. Так, и там какой-то чел. Вон там, да? Надо талисман отдать. У него очень красивые глаза. Хвала, Великая Матерь. И тебе, конечно. Где ты его нашла? В животе у кабана. Ему оно удачи не принесло. Я теперь его лучше на шею повешу. Да. Ши-ка-р-дос. Так, у нас есть там какие-то эти два навыка. Смотри-ка. Атака сверху. Не привлекая внимания. Вот это вот, я думаю, что. Или вот у меня еще одно и будет. Ну нет, я думаю, что мне пока это не надо. Я думаю, что вот это вот не привлекать внимания. Трудно заметить. Это да. Так, модификации, модификации. Сундуки. Давайте открывать. Изготовление. Ой, есть вот. Что ты тут мне предлагаешь? Защита дальнобойного. Защита рукопашных. Защита электричества. Защита дальнобойного. От холда и от огня. Жесть. Ну вот это как-то выглядит посимпатичнее. Так, а тут у меня все. А я могу его достануть, например, вы? Это что у меня? Обычный лук. Удобство и урон. А есть еще у меня на урон и полот. Мне не нужен урон. Так, это повреждение брони. Ладно. Антимет. Урон. И еще электричество. Давай еще электричество. А, я могу их изготавливать сама? Из мяса? Не измените. Извините, нет. Охота. Так, вот это мы пойдем обязательно. Здесь понятно. Тут никого не было. Так, карта. Да, теперь. Теперь. Это понятно. Это все одно и то же. Ну что, нам получается в следующей серии мы пойдем вот сюда вот обязательно. Да? Да. А сейчас ты пока подписывайся на канал, ставь лайки, пиши комментарии, нажимай на колокольчик. Там все уведомления. Спасибо, что остаешься на канале. Смотришь мои видосы о мысляхе в следующей серии. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok